доброго времени суток друзья мои с вами владислав садитесь поудобнее приготовьте что-нибудь вкусненько и приятного вам просмотра вот буквально сегодня у нас закончилось глобальное событие где можно было получить 54 новых секретных сет поясню для начала что такое секретность и для тех кто ну по каким-то причинам вдруг это не знает но может быть вы новичок а может быть вы где-то последние полгода ходили мимо division ну так вот секретный сет это сет который работает от всех шести элементов знаете если стандартный сет достаточно надеть четыре элемента у вас будут все три таланта активно то вот секретом с эти для активации его пяти талантов нужно 6 элементов экипировки но зачастую в 4 в пятом до в четвертом и пятом таланта кроется самый смак самая скажем так изюминка данных сетов и вот знаете получилось получилось у меня таки собрать их всех и это просто офигенно и начал я тестить начал я смотреть что из этого получилось какие они впечатления оставляют какие эмоции какие ощущения от их эксплуатации ну и хочу с вами поделиться этой информацией начнем пожалуй с очень неожиданного и необычного сета ну почему неожиданного потому что как бы что от него ожидать то а именно сет щитовик данный сет очень активно холили и лелеяли ну собственно говорили что он бесполезен что в принципе в пвп он и яйца выеденного не стоит да и пве от него особого смысла нет и вы знаете хочу вам сказать что да фиг там был на самом-то деле и в пвп в нем смысл есть и пве еще какой смысл но стоит учитывать что для того чтобы у вас был как пп так и пве смысл использовать щитовика вам нужно сделать правильные действия ну а именно выбрать правильные статы таланты и правильно его распределить примеру пвп у щитовика должна быть 9 тысяч запаса сил а вот пвп желательно 666 запаса сил 6 тысяч арушки но это я отошел от темы разговора ну так вот для начала давайте раскроем тему щитовика пвп пв щитовик как таковой является соло игроком потому что в команде места ему особого нету так как танковать нет ни особой необходимости нету донжонов которые требуют от вас танкинга есть только один донжон это потерянный сигнал непосредственно там самом конце имеет смысл использовать щитовика это очень спорно потому что даже не прокачав силу нам к вы прекрасно можете танковать мобов ну а именно пулемет который стреляет по вашим искомым объектом поэтому это стало прерогатива соло игрока так как когда вы играете в соло мобов нестандартное не стопроцентное хп а ну как бы ниже под вас подстраиваться чем больше члена в группе игроков тем как-то это странно прозвучало такое чем больше в группе игроков тем больше у мобов хп и вы когда идете в соло вы намного быстрее будете убивать мобов можете сами проверьте если вдруг по какой-то причине этого не знали и из-за этого щитовик будучи крайне крепким ну за счет своего щита которого танковать просто гигатонно урона у него очень много сопротивления к элитным противникам экзотики и так далее так вот за счет счета он вытанковывает да практически все что угодно может спокойно танковать 4 боссов не напрягаясь при этом по очереди убить всех четверых и скорее всего при условии использования хилки на вы и подлечивание своего счета у вас и даже не развалится так что соло игрок он обалденно вот в тиме ему места нет потому что дамажить он не может быстро передвигаться он не может суппортить команде он тоже не может танковать он тоже сомнительно будет потому что агр очень дебильный и как не один зритель писал в комментариях чтобы я выхожу нагревать на мобов и вот команда потом дамажит но вот давайте же подумаем вы пошли в какой-то джон и там начинаются волны вы выходите переагривать мобов тут завязался бой и пошла следующая волна и как бы мобам уже на вас абсолютно пофиг потому что не скажете побегут на хиллер или снайпер или пулеметчик а вас просто банально проигнорят вот такая вот интересная ситуация поэтому щитовик как соло боец пять с плюсом как тимплей полная бесполезность повлия а вот в пвп все наоборот диаметрально противоположно в пвп как щитовик сильно командно зависимый потому что даже при показателе щита 2 ляма 200 а я вот именно про таком ходил щит удар держит не очень хорошо так бы как хотелось если вас будут заливать два а то и три человека то щит развалится у вас вот так вот очень быстро и в данной ситуации помогут союзники с талантом военно врач который отхилит он по-моему там и врачи не за меньше кто-нибудь поправит комментариях потому что я честно слова вот не помню название просто автоматик выбираю вот этот талант он позволяет вам лечить союзные объекты на 40 процентов при использовании аптеки на в и когда союзники хилятся в бою они хилятся они лечат ваш щит из-за этого вы как бы можете быть в авангарде удерживая противника на себе но опять же если умный противник в пвп то он вас просто банально проигнорирует и пойдет резать ваших более легкодоступных сокоманников как это часто происходит когда вы вроде бы а выходите биться противники выходят вас спокойненько оббегают страной и валят ваш правда стоит отметить очень интересно уникальная особенность если все-таки противники полезут к вам целоваться и брататься в общем ближний бой то вы можете легким движением щита при 9000 стамин и спокойно выехать им на 60 50 тысяч урона это знаете ли бывает очень неожиданно для противника когда вы просто бывает забиваете щитом у меня была ситуация когда ко мне противник подбежал в упор и я просто отдохал щитом в углу и он больше ко мне не подбегал в общем друзья мои однозначно стоит сказать что щит стоит себе заиметь но опять же пвпшно кстати на самом деле пвпшно он неплох но не мастхэв пвешно для соло боя соло вы просто в восторге от него будете а вот команде он не особо далее сет хищник и тут все опять же неоднозначно в пве он не особо нужен он скорее больше пвпшный потому что знаете пвешные вариации есть куда более вкусный если вы захотите пве дамагера то тут однозначно подойдет зоркий часовой если вы захотите пве танка при том командного то тут скорее больше подойдет боевик потому что будучи пве танком он к тому же еще и сможет дамажить за счет своих уникальных талантов а вот хищник пве ну нет и можно в соло пойти пве в принципе вполне но вся суть хищника раскрывается в его кровотоки и в пвп скажем так хищник он оправдывает свое название он жаждет крови мяса не этих их сильных противников ему подавай живое пара но я мяско в общем action drama вот этот хищник суть хищника она в кровопускании то есть когда вы стреляете противника после десятого непрерывного попадания в одну и ту же цель а вы на него накладывать эффект кровотечение и вот секретный хищник разгоняет этот эффект кровотечение на 150 плюс процента при девяти тысячах стамины и честно вам сказать один на один его убить очень сложно ну если вы конечно же не имеете с собой иммунки или если вы не щитовик то вот во всех остальных случаях вам реально будет трудно а ну если вы еще не боевик который разогнались уже на сто процентов и в этой ситуации вам тоже будет по барабан на хищник то и том что хищник накладывает довольно таки неплохой кровоток который вот я стоял тестил на манекене манекен он бьет примерно по 90 по 200 тысяч что самое забавное кровоток у него критует то есть это очень необычно и из-за этого хищнику имеет смысл прокачивать крит шанс и крит урон а пвп же все-таки работают бусты сопротивления урона именно экзотическому урону и там он уже критует к примеру если у меня по кукле он критовал 70 вот точнее 90 190 то по человеку он бил где-то в районе 30 40 тысяч что в принципе тоже довольно таки нехило потому что человек получает несколько оплюх несколько капель крови но знаете вот честно хищник оставляет двоякое впечатление нет когда я под него попал первый раз меня раскатала как катком по асфальту я аж даже был сильно удивлен но есть не такое подозрение что это не только потому что он был хищником потому что их еще было четыре человека и так поэтому сильно моя жопа переполнилась свинцом но в любом случае знаете когда я встречал игроков один на один будучи одет в хищнике их разваливал очень легко то есть во первых кровоток вы скажете ну его можно снять аптека его можно снять иммунка его можно снять батончиком да окей вы поставили иммунку вы сняли кровоток дальше я вам взрывают иммунку вы прижимаете аптеку на вы и она у вас уходит в кд а я вас продолжаю стрелять и как бы через несколько секунд я снова накладываю на вас кровоток но при этом у вас уже аптека на в прожата и иммунку вас уже в кд и делать что-то надо ребята и вот тут возникает главная проблема что делает так что-то надо а нечего и тут либо золото пойлибо зелень прожимать либо синий либо либо погибать молодым потому что когда на вас провещает хищник свой кровоток убежать вы от него не сможете бегать нормально вы тоже не сможете и при этом будете сильно проседать по хп и скорее всего вы умрете и вот единственное что может помочь в данной ситуации либо команда которая вас вытянет с того света ну либо чудо поэтому знаете для меня хищник это чисто пвпшный сет в пвп он страшен в пвп он опасен в пвп он лютый зверь а вот пве он как бы есть есть так сказать хышники и более матерого калибра теперь же друзья мои перейдем к нашему ванике встаньки к нашему непобедимому к нашему скажем так хрен завалишь это знаете даже его так можно назвать борис бритвы ли борис хрен попадешь почему а потому что ты реально иногда не знаешь просто как его убить речь идет о кочевнике знаете была одна история не у меня вот мне рассказали у человека кочевник сработал 20 раз подряд извините рожение я участвует немножко у детей уберите пожалуйста от от экранов 20 сука раз подряд то есть вот вы понимаете да вы понимаете весь сезис ты его убиваешь 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 а он сука не тохнет то есть и ты и вот тут прям реально уместно сцена из фильма я думаю я ставлю сюда эту сцену сейчас и вот кочевник друзья мои именно является идеальной иллюстрации вот этой сцены когда у вас срабатывает кочевник у вас включается boost 65 процентов сопротивления урона вдумайтесь 65 процентов сопротивления урона просто потому что вас стреляют это странно но это работает а теперь представляете да вот вас расстреляли один раз у вас сработал кочевник у вас boost в течение 10 секунд который позволяет вам face to face буквально любую задницу разорвать и он у вас срабатывает второй раз и вы способны снова заново разорвать любую задницу в упор лицом к лицу и так у человека сработало 20 раз подряд вот даже кот охреневает возле меня ходит такой да ну нафиг да быть такого не может и знаете я могу сказать может потому что я за разорвался против кочевника у него boost сработал три раза я был дамагером но я не смог залить его три раза потому что я тупо не вытянул по хилу я его первый раз а просадил по нуля где во второй раз просадил по нулям и на третий раз у меня тупо кончились аптечки и хилки и и все и он меня банально взял измором так что друзья мои кочевник это тоже pvp сет ну то есть почему pvp сет давайте объясню у него нету дамаги и у него нету полезных навыков для команды танк именно танк в пве не нужен как таковой кочевник это охренительный танк этот человек способно выдержать гигатонны входящего в него урона и при этом спокойно попивать кофе не особо парись ему даже манцевать при ролике удачи не надо так вот кочевник это танк без дамага ну при правильном подходе и получается что вот такой вот танк без дамага который может взять измором врага может взять только пвп-шного врага потому что в пве у них нету окончание патрон аптек или еще чего бы то не было да и в пве как я уже говорил есть куда более качественные танки типа боевика есть куда более качественные дамаги типа зоркого часов поэтому если вы фанат пвп кочевник вам подходит как нельзя кстати и наконец сет тень больше на то есть это было гроза ренегатов реально вы получали бонус просто плюс 60 процентов урона а при негатом это было круто но это было круто на тесте потому что там не было хищника в том виде в котором он есть там не было боевика в том виде в котором он есть там не было боевки в том виде в котором она есть из-за этого из-за этого тень больше она осталась в своем величии в своей офигенности, именно что на ПТСе. У нее понежзали урон. То есть теперь она дает вам бонус куда меньше, чем дала на ПТСе. Если на ПТСе она дала 5% урона за каждый сегмент Ренегата, ну, то есть когда он был золотой, вы получали плюс 25% урона, то вот на основном сервере вы уже получаете всего плюс 10% урона. Если раньше, когда вас убивал Ренегата, вы получали плюс 20% урона, то сейчас вы получаете плюс 20% сопротивления урона, ну, то есть защиту. И, как бы, знаете, получается так, что если вас убивают, у вас чуть-чуть возрастает у вас вообще не возрастает уран, у вас чуть-чуть возрастает защита. Для Ренегатов этот сет бесполезен, потому что все, что он дает Ренегатам, это возможность отмыться быстрее и бесконечные пули. Но если у вас есть проблема с отмывкой, то скорее вам надо просто подумать над тактикой и над командной игрой. Если же у вас есть проблема с патронами, то, ну, может быть, стоит бегать и собирать их, поэтому как таковых проблем с патронами особых нет. Нет, знаете, у нас они не заканчивались, но баи длились часами. Реально, часами ее только в этой ситуации у нас заканчивались патроны. Потому что про тот момент, патроны падают с ПВЕ игроков, точнее, ботов, с ПВП игроков. То есть патрон падает реально много. Ну да, аптеки заканчиваются, гранаты заканчиваются. Но так Банш вам этого и не дает. Тот бонус, который она дает за убийство ренегатов, он распространяется на опыт и валюту Тёмной Зоны. Поэтому, как таковая награда овчиньки-выделки не стоит, потому как за опыт и валюту Тёмной Зоны уже давно ничего нельзя нормально окупить. был уникальный лут, уникальные рецепты, которые продавались в темной зоне и требовали уровень темной зоны, требовали деньги темной зоны, то есть было что-то уникальное в темной зоне, что мотивировало это приобретать, то потом это все перенесли на базу и сделали общедоступным. Поэтому, как таковая, тень Банши потеряла свой смысл и скорее является сетом разочарованием. Вообще, это глобальное событие показало очень такую неприятную тенденцию, а именно баланс! Ты где? Эй, ответь мне! Потому как я совершенно не понимаю, зачем возить такие дисбалансные сеты, зачем было исправлять боевика и делать из него то, что они сделали. Я понимаю, может быть, они об этом не думали, когда изменяли механику стрельбы от бедра, но, черт побери, у них получился просто супер папка-нагибатор. Зачем они изменили механику стрельбы УА-12, сделав его более рентабельным для боевика? Да, поясню. Раньше А-12 считал, его выстрел считался за одиночные попадания, я тестировал. Сейчас они сделали, что у него выстрел обсчитывается, как у дробовика. Вследствие этого, вы на А-12 можете за секунду разогнать себе боевика. Зачем они так изменили хищника, сделав его настолько опасным и лютым? Зачем они вообще так все поменяли, я не понимаю. Может быть, в этом есть смысл? Да, скорее всего, в этом есть смысл. И все было бы прекрасно, если бы они добавили побольше сетов. А ведь получается, ребят, если вы хотите сейчас ПВП выигрывать, у вас есть несколько вариантов. Пожалуй, основной вариант – это боевик. Второй вариант, немаловажный и ничуть не хуже – это хищник. Третий вариант – это золотой сет. Так вот, если у вас нет одного из этих трех вариантов, то, скорее всего, в ПВП вы выигрывать не будете. Но либо вы будете выигрывать за счет своего опыта, и тогда вам, скорее всего, просто по барабану какой сет на вас надет. Потому как вы и из палки-ковырялки можете отоварить противника. Знаете, в данной ситуации меня, пожалуй, пугает только следующее глобальное событие и следующие сеты, которые они нам преподнесут. К примеру, та же самая альфа-связь. Вот какой ужас они собираются сделать из нее. Ведь никто же не ждал, просто никто не гадал, не думал, что хищник будет такой имбятиной. Реально лютой, просто дикой, необузданной, неостановимой имбятиной. Никто этого не предполагал, а он получился. И вот давайте вспомним. На ПТСе мы тестировали сет отжиг. И он был просто невероятно опасен и очень страшен в бою, потому что когда человек ставил турельку, она выжигала весь сквад за пару секунд. При этом сам человек мог еще вас поджечь с вероятностью 5% при каждом выстреле. То есть вы понимаете, да? Вы от турельки горите, не успеваете тушиться. А вы еще горите от того, что просто вас стреляют. И при массовом поджоге горит вся вражеская тима. И это просто ужасно было. Это реально ужасно. Это слишком крутой контроль. Это слишком охренительный контроль. И вот знаете, мы тестировали разнообразные сеты. Но вот то, что было на ПТСе, не сравнится с тем, что вот сейчас в этом глобальном событии по балансу произошло. А именно баланс нам показал себя совершенно другого ракурса. Я не буду говорить, что это хорошо или плохо. Я просто в афиге. Я буду ждать следующее глобальное событие, чтобы сделать должные выводы по этому поводу. Ну а по этому глобальному событию я попозже сделаю обзоры по оставшимся сетам. Собственно, я сделал обзор на сет, по-моему, Щитовика. Я вот сделал обзоры потом на Хищника и на непосредственно Ваньку Станьку нашего, а именно Кочевника. На Банше я, скорее всего, обзор делать не буду, потому что этот сет, мягко говоря, швах. Однако, друзья мои, однако, пожалуйста, буду рад, если вы меня поправите и напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Тени Банше. Мне действительно интересно, мне важно, потому что ваше мнение вообще, в принципе, по всем сетам. Вы его пишите. Ребята, даже если я не отвечаю в комментариях, это не означает, что я не читаю ваши сообщения. Просто иногда они являются, в моем понимании, законченными предложениями и не требующими ответами. А просто как высказывание, что я считаю, мол, так-то, так-то и так-то. Я могу не ответить, но при этом я, скорее всего, прочту. Я стараюсь читать все сообщения. В общем, друзья мои, на этом моменте я с вами прощаюсь. Далее я оставляю вас наедине с этим замечательным видео, потому что тут я играю как раз в Кочевнике. Я его собрал на коленке, сделал ему 6 тысяч оружки, 6 тысяч запасов сил, вставил ставки на оружка, ну, чтобы довести до 6 тысяч оружки плюс здоровье, вставил ставки на самоотхил, точнее не отхил, а там, силы лечения при использовании аптек первой помощи. В общем, по полной программе его раскочегарил и разогнал. Получилась реально очень интересная лютая штука, вы сами можете это все прекрасно увидеть, а я как бы с вами прощаюсь, и буду рад, если вы напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Не играйте и выигрывайте, пусть вам выпадут недостающие сеты, и пусть вы кайфанете по полной программе от этой игры, так же, как и кайфую я. И, честное слово, даже спустя, ну, практически два года, я не перестаю радоваться этой игре. Конечно же, я был бы рад, если бы она развивалась лучше и дальше, и больше, и быстрее, и качественнее. Но время покажет. Они вот вроде бы... Здесь я говорю, да, я вот сейчас прощался, я продолжаю говорить. Но, знаете, пока мысль идет, давайте я договорю. Так вот, они вроде бы, они вроде бы обещали нам про второй сезон пасс, они вроде бы что-то намекали на него, и я буду только рад, если выпустят контент, потому что, знаете, последнее секретное задание, если вы его проходили, если вы его проходили, то вы можете услышать, что вирус вырвался за пределы уже, собственно говоря, нашей зоны, за пределы нашей зоны карантина, и он уже свирепствует по всему миру. Поэтому Дивижн, 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 друзья мои, Дивижн живи. Да, ребята, хэштег Дивижн живи. Да, в общем, вот и видео подошло к концу. Что ж, прощался. Прощаюсь еще раз, друзья мои. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить палец вверх. До скорой встречи. Пока-пока.